друзья привет сегодня у нас на диван экспертизе функционер очень оригинального жанра которого мы редко когда можем встретить мы просто сейчас кайфанем конкретно вот это олеже олеже абрамов он же радио пока еще не обоссаны тапок а будет ли он обоссан нами мы будем разбираться в этом смотреть давайте начнем радио тапок рок-звезда для самых простых людей рок-звезда для бедных для русских людей у которых нет возможности рамштайн послушать живью послышал на стране представьте какого-то достаточно оригинального жанра вот буквально вот как я и говорил супер оригинальный жанр мышь такого никогда них не слышим когда у метро идем в центре особенно санкт-петербурга мышь вообще никогда не слышали такого жанра сам паре слов можно характеризовать стол в какой стилистике ты выступаешь и что делаешь на сцене что я на сцене хожу туда влево вправо пойду потом развернусь поближе подойду подальше подойду как говорит заминированный тапок кстати твой тезка почти есть своя изюминка какая же там изюминка вот когда например собаку до бультерьера какой-нибудь видите сзади у него под хвостом вот изюминка такая вот они еще разных цветов бывают посветлее розовенькая есть коричневая вот такая изюминка не а на самом деле как как контент на ю тубе дала чтобы просто но диванчике вот на этом посидеть посмотреть клип да вот когда чувак взял переделал там что-то ну на русский язык хер с ним это можно чувак же концерты дает это отдельный разговор это будем прямо разбираться жестко жестко был я занимаюсь переводами англоязычных и из других языков тоже песен на русский язык то есть это как задача у меня была основная вот когда это все делал как вот американец слушает вот американский хит свой рок на сдай свой урок на своем языке так он и слушает свой урок там он сочинен был там на английском он его и слушает и тут еще фишка такая фонетики здравствуйте и ребята сейчас урок русский язык количество слогов количество все вот это фонетически там согласны и гласные как они располагаются по тексту нельзя нормально на русский перевести на русском языке можно сразу только на русском сделать тогда будет нормально будет коряво всегда звучать не потому что он там херовый переводчик там или я не знаю не смог текст хорошие слова подобрать просто и русский язык другой и всегда когда ты слушаешь это на школьная библиотека в библиотека много книг уже когда ты привык к этому звуку иностранной композиции ты будешь понимать что это объедки будут объедки ну невозможно нормально сделать разные языковые группы потому что это слушаем это как мелодику и у нас нет вот этого дополнение дополняющие и слава богу чаще всего это бывает вот многие песни если начинаешь вот тебе понравилась песня если ты начнешь его переводить то тебе она может разонравиться сколько раз так было и у меня и люди жаловались тоже быть лучше пьяни переводила этот текст там пиздец не знаю как теперь слушать у меня эти теперь ассоциации в голове а я думала что-то про другое то есть в этом то и плюс для русского человека иностранной музыки есть интрига какая-то зачем зачем заниматься вот этим вот так сказать из гибица низмом текстовым темы то что текст а он же очень подстегивает когда текст в тему к с музыкой это все складывается в один такой интересный пазл главное в музыке создать настроение вызвать эмоцию если ты начинаешь русским языком какую-то фразу явно ты не можешь точно перевести это будет какой-то общий период я это так задумывал и просто решил сделать перевод чтобы это звучало также чтобы люди русские русскоязычные могли послушать и понять но все-таки ты еще достаточно точно изображаешь того исполнителя которого ты собственно да исполняет вытащи свой язык из моей жопы гарри обычно так лижут псы ты ведь не собака гарри а вот этот хер его знает даже пародию ну не пародию хорошо перевод на который ты где-то пародия у чувака вырвалась пародия это он правильно сказал делаешь но я стараюсь приблизиться просто в той же манере исполнить что и задумал автор или исполнитель это того или иного трека слушай но ты получается что ты действительно очень хорошо знаешь язык его дизайнс могут носить любого возраста любого шейп сайс и он таймлесс что не всегда тот же самый там google translate я яндекс переводчик ну естественно естественно надо дорабатывать если ты в голом виде переведешь будет я любить тебя направо повернуть развернуться для поцеловать напишу эту песню делаю перевод пишу говорит песню чувак ну какие-то песни пишем это конечно пиздец я пишу новый стих основываясь уже на нет это вольный перевод получаются за данными рамками раз услышать чтобы не быть голословными давай все-таки сначала сначала распизделись нормально потом давай-ка лучше один раз услуги то есть перед 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 перепер полечку на родной перед 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 группа гориллаз очень популярны в 2000 годах россии все вот вы слышите все это пиздец чувак закован в рамке линии вокала там тара тара ему что остается до вставить двигай пукой пукой ну то есть ему надо вставить два слога чтобы был да там какой-то глагол и все он выбрал более-менее похоже как это все делалось и мы рассказываю вот так это делается если бы это было сразу на русском возможно там бы другая была линия около там когда-то где уже можно было ну то есть сразу от текста оттолкнуться здесь и было нормально здесь представьте что нет этой иностранной песни есть просто сразу вот типа это его вот он на авторадио типа вместо ганвеста выступил такой раз так хоп кайфу 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 кайфули кайфу кайфу кайфули еще естественно как и любой на секундочку лабух ну зря смеетесь это ресторанный музыкант тапер их можно по-разному назвать лабух это такое сленговое слово и вы можете слышать и видеть как отвлеченно отстраненно он поет как и положено истинному лабуху он совершенно не вникает в то что поет ему плевать вообще не пытается быть в материале как робот 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 но не робот пылесос робот тапок так потихонечку начинаем подсывать подсыкивать немножко в его тапок начинаем вот а что делать он нам дает как бы все шансы все шансы для этого город ты снова ли на высоком холме это невозможно реально слушать я русскому народу раскрою смысл этой зарубежной заморской песни а надо ли ребята напишите в комментариях стало ли это лучше и еще такой момент стали ли вы это бы слушать в плеере в своем об этом чуть позже чуть про плеер чуть попозже будет и всегда когда начинаешь копировать чужую манеру а у него там много манер надо копирует так уже разный городе ну это всегда херово получается потому что даже я вот делал например просто коверок для души сделал хоп люди говорят эй не похоже совсем не то потому что нельзя голос другое но всегда все это в голове оригинал держит когда этот русский текст начинается плакать хочется да кто угодно даже тот же ганвест он реально хотя бы он органичнее смотрится в своем материале кайфу кайфу ля здесь здесь ну лабух поет лабух не хватает твоего письма все надежды пали посмотри я вот не за не знаю для чего это для чего этот что должно произойти где как что чтобы блин люди пришли на этот концерт люди реально приходят ну ладно зачем вопрос главный нахуя нахуя это если есть оригинал ты включаешь оригинал ты там по-любому и звук лучше ну и вокал на органично подходит ну потому что уже привыкли к нему непонятно нахера нахера это если есть то возможно даже кто был на концерте объясните в чем же силы в чем в чем в чем то я так и никогда не пойму мельница обращается лето не кончается старая мельница крутится вертится он все равно поет по-своему фишка хорошего кавера какая когда вообще вот ты поешь по-другому по-другому ты просто используешь линию вокала аккорды но ты добавляешь свое как будто новую песню услышал теми же словами здесь ты слушаешь как будто это как это херовое прочтение оригинал и он он не может все равно полностью подобрать манеру то есть на безрыбье как говорится и тапок музыкант но просто ходит там про него что вот он там подбирает манеру под любого но он это не не делает до конца даже слышно то есть он цена у него это свой вот такой не вокал мы это потом поймем потому что есть очень интересные фишечки дальше вот даже вот по этой фразе сейчас любовь это очень явный показатель то о чем я говорил недавно то есть у слова любовь ударение на какой слов на второй а он это слово применяет но как бы с ударением на первый слог любовь и он искажает слова потому что не подобрать русского слова нормально там идет акцент тара тара а когда ты с слова со с ударением на второй слог применяешь как бы на первый вот это корявая херь звучит никогда его на русском языке так бы не было исполнено у меня все шучу старая мельница крутится вертится в тапок немножко на сал а а все перемелется только любовь никогда ну что за бред веселящий газ вот он никогда не будет внутри этой песни ни в какой потому что он пытается он корчит эту фону в корчит вот так вот делать это для того чтобы попытаться максимально манеру перенять то есть когда поешь не в своей манере ты начинаешь вот это делать вот чтобы повторять это все и он уже думает у нас смотрит перед собой я знаю это ощущение так как бы не облажаться как бы как бы не облажаться света в голове держать и тексты чтоб манера все этого как 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 там как быть материале никак никак не получится это вот это детский лепет это реально детский лепет если убрать что это музыка иностранная просто как будто его песня даже вася вэн закидывал так сказать хотя тоже у него вот это как чувак вася в это я называю чукчей что вижу то пою все не просто так в моих словах конкретность заснуй тебя поглубже свою политкорректность и приходится применять вот эти такие слова и которые никогда в жизни никто бы не применил нормальный музыканту часу 21 веке все летит чертям то есть чуваку там 25 лет да вот где это может использовать виталик так сказать из злоуны может такие обороты использовать ну или гострайтер для кискис тоже бы еще сказали что тусуемся на флете там или как-то оттянемся по полной будет всегда в ударе в ударе да бабуль все нормально я сегодня ударе это саботон типа наверно тот великий великий кавер на котором он поднялся там видимо да это оно есть стрельнувшие стрельнувшие композиции выпустили газ у нас тоже когда мы едем в поезде например выступать мы тоже там выпускаем газ иногда вот вы услышали разницу кстати стой песни с этой по исполнению хвален и вот этот умение подстроиться умение найти этот тембр каждого каждого артиста к на которую делать кавер по моему тоже самое абсолютно то же самое не зная а предысторию до о том что это перевод художественный перевод но это абсолютно самостоятельное произведение так вот да это самостоятельное произведение из 80-х да и в принципе людям которые не знакомы с оригиналом совершенно по барабану что эту песню исполняет кто-то там еще да это абсолютно такая полноценная песня спеты на русском языке чувак ты ему подсказал что делать дальше по факту мы в этом убедимся скоро ага понятно чувак дело говорит точно точно так на и надо делать нет конечно я всегда делаю просто ну это саботон а так дэд мэн там атака мертвецов эта песня группа саботон сейчас было просто они исполняют это на английском я исполняю это на русском а конечно же есть люди которые не слышали оригиналов и они слушают на на тех мы и держимся так сказать мои кавера им этого достаточно и это это прикольно вот вот опять чувак на темноте русского народа играет реально же много же вот эти люди много же не знает вообще 6 саботон такой чувак смотри поет патриотические песни какие-то ухты нормально ну а может они наверно есть люди и рамштайн не слышать такого нихера себе какой трек какой он молодец если это так то это конечно это дичь это русская хтонь так сказать русская дичь это всегда было на самом деле просто это всегда было когда восьмидесятых не слышали айрон мейден и образовалась группа и это всегда было это всегда было это было даже и в двухтысячных годах когда люди не знали что такое оффспринг и эксплойт это и образовалась группа порнофильмы это всегда было и по большому то счету никого не волновало о чем поется в оригинале кстати да никого не волновало единственный прикол главное ребята смотрите он реально наебал наебал всех и рэперов ньюскуле в наших наших всех наебал чуваки также пиздит минуса также по общим чертам текста переводят ну что-то свое накладывать но чувак просто взял и это играет прям не меня ничего те пытаются ну их они просто расстраиваются когда их немножко палит здесь не надо расстраиваться ты просто говоришь я кавер играю и охуенно пишешь свой текст то есть по факту делать то же самое как все русские музыканты если бы это он сейчас выдал за свое тут бы ну я и все таки вот уюта уюта уютчую как ты можешь это же ты же вот на это похоже да это похоже не просто похоже это один в один но прикол то не в этом а прикол в том что у чувака эти песни выложены ну на ресурсах на яндекс музыки на apple music вы вдумайтесь в эту хуйню то есть а это как я вот не понимаю там же должны быть авторские права вся эта херня даже с учетом указания авторов идут отчисления как это все работает я не знаю не жили со всеми договорился делится капустка я не знаю ну это конечно интересный но давай мы потребуем продолжение вот давайте я хочу рамштейн послушать живого концерта я жду я жду зачем я не понимаю зачем фишка-то рамштейна ну в этом в немецком языке ну естественно в вокале ну нелепо же звучит ну ну ребят ну вы так не считаете я жду я жду это кстати по под плюсом сейчас пел как и горько и стоит хуй знает где блять от микрофона чтобы так спеть но без голоса там я жду вы смотрите вот близко подношу я жду хорошо звучит да он так стоит я жду как он такой звук то есть чувак тоже подпускать ну ладно тоже мелочь я не понимаю смысла хуёвый звук какой-то я жду под фанеру но можно же просто блять просто включить рамштайн охереть но это реально наверное для тех кто не смог не может включить рамштайн просто не знаю ну хотя там же написано что там кавер на рамштайн возьми оригинал послушать хочется дойти до текста как там будет дальше как он говорит сложится ли у меня картинка про что он поет и станет ли мне еще больше нравится эта песня хочу созерцать ваш крик такие красивые кстати вот этот вот эта фраза нормально было спето единственное вот идет рок музыки чтобы каждый мог наблюдать опять же это все сделано чтобы фонетически звучало и по линии вокалов подала но вот эти слова они звучат просто по-детски но не становится лучше не становится сильнее от этого трек звучать он хуже реально становится то есть для русского человека лучше послушать на немецком хотя бы не будет разбивание этих грез и мечт о чем там то есть настроение не она не усиливается она как бы упрощается и до одной маленькой точечки все сводится ты как бы упрощаешь получается олежа все и каждый каждый дурачок понял о чем но на звучит это невкусно невкусно звучит у вашей овации я жду мастурбации шутки за 300 так сказать от диванного эксперта я хочу получить контроль вот опять же это то что любовь получить контроль вы когда-нибудь слышали чтобы человека русский так сказал нахера вот эти люди сюда пришли я не понял the final countdown это дичь какая-то вот пожалуйста ребята учитесь на учитесь у олежки лабухи играют у метро вот просто он вывел это на какой-то новый уровень блядь чего на границе ключ переломлен пополам на границе ключ переломлен папа ключ на старт отсчета блять ну вот она проблема русского языка в музыки которая создана на английском языке что блять какой ключ но уебищно же звучит типа что-то надо смотреть фонетика а а а а the final countdown все через а ключи что там щебжишине хшон щебжми в тщ ааааа ключ на старт отсчета блять пока это произнесешь охуеешь реально эти лабухи они меня всегда удивляли я всегда хожу и охуеваю вот по улице вот ну ладно когда ты у метро поставил маленькую колоночку и с умным видом ду 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 все таки вау блять ну на этот зал я вот этого я не могу понять конечно оааааа вот этого я не могу понять оооо все выступления блять я вообще вахуее так нахуй я туда песни сочиняю какие-то там свои зачем блять это не нужно То есть вот, я же говорю, молодой парень, играющий на гитаре, посмотрит и такой, о, можешь просто включить In The End, сыграть спеть, и, блин, сколько народу, а нахера это, свое творчество надо продвигать, кому-то показывать там, нахер это надо, это же сложно, вот, пожалуйста, я с этого всегда охеревал, блядь. Он даже тут, блядь, читает, он по-своему читает, но ничего не делает с манерой, он не делает ничего с ней, и заметьте, как это превращается из хорошей, великой, так сказать, вечной песни, когда он начинает это читать, это в группу центр превращается, птаха там, знаете, вот это все. Спасибо центру за это, за этот трек. Детка там, мы с тобой были вместе, потом ты ушла к этому металлисту, а я рэпер крутой, но я теперь один, я хочу быть с тобой. Вот это нормально спит, это потому что на его обычный тембр, как он поет, похоже. То есть, когда совпадает с тембром, нормально звучит, когда надо что-то сделать, ну, изменить, как там, Рамштайн или где-то, получается дичь какая-то. Но все равно, вы заметили, да, как русский язык просто умершляет музыку иностранную. Так вот, а теперь самое интересное, интересное, такие ребята, происходит. Олеже надоело играть кавера, задрочили его, типа, вот, не могу, не могу я раскрыться полностью. Что же вы думаете, я вообще херел, когда это узнал, у него, оказывается, вышел альбом, где его композиции уже сам он сочинил. Это уже начинает быть похоже на шамана, тоже, грубо говоря, был лабухом, исполнял, исполнял, ну, или как лепс, например, да, исполнял, исполнял. Потом раз, да дай-ка, я сам начну петь. И вот здесь вот такая же хрень происходит. И что мы видим, сейчас узнаем. Мы видим альбом, альбом, где есть свои песни, свои композиции. Это же, ну, мне, вот, когда лабух начинает петь свои композиции, это ничем хорошим обычно не заканчивается. Давайте же посмотрим. О, кстати, тур, ребят, смотрите, Серпухов, Орехово-Зуево, Долгопрудный, Коломна. Нормально, чувак. Чувствуете? Чувствуете связь? Ведущий сказал, а в принципе, если не знать, что это Саботон, то в принципе, как твоя песня заебись звучит. А чувак такая, хо-хо-хо, понятно, блядь. Что вы думаете, вот, пожалуйста, это его песня уже. А я думал, Саботон. Подумал, нахер мне этот Саботон. Пшел, нахер, я теперь сам буду крутиться. Все, я тебя, я тебя вычеркиваю, вычеркиваю из списка пайщиков. Чувак взял музыку Саботона и теперь начал. Ну, типа, это теперь это его музыка. То есть, он все-таки стал обратно действовать, как и все. Все, он скатился. Был нормальным лабухом. Нормальным кавиру, но... Скатился ты, Олежа, скатился. Стал свои песни делать, блядь. Грозный за кольцом. Вольна лаха. Тысячи бойцов. Тематику. Ту, все, то же самое взял. Ну, как я говорил, ну, может, лабух что-то сделать свое. Чисто нейронные связи уже налажены на спиживание. Максимум на перевод текста. Все. Ну, чудес не бывает. И когда играет, одно и то же человек любое действие делает, то он в итоге не может потом делать по-другому. Или очень сложная должна быть переобувка мозга, так сказать. Но нельзя. И что мы слышим на выходе? Старая традиция. Продолжение кавера на саботу. Саботу он зашел. Он думает, бля, все, я теперь буду под саботу работать. Голос, голос. Такое он неестественно звучит. Он как привык это вот по-лабуховски делать вот это вот. Якобы делать голос, как в оригинале. Ну, так он и продолжает это делать. Ничего не меняет. Только вопрос. Кому это нужно? И Сантура будет ходить на этой концертной. Ну, уже писать шамана, чтобы... Возьми на разогрев там, Ярик. Вам вместе только уже выступать, получается. И судьба у вас похожа. Вот к чему это все ведет. Вот эта вот деятельность, блядь, каверов. Мозги закоксовались, и все. Теперь мы имеем героический металл 80-х, блядь, уже на русском языке. Но уже это его песня, ребят. Разнулся и мест с высоты 7-7-6. Высота 7-7-6. Как говорил Кори Тейлор. If you're 5-5-5, then I'm... Хе-хе-хе-хе. И теперь мы сейчас плавно переходим к тому, во что это может вылиться, и чем это может в итоге кончиться. А кончится, Олежий, вот этим у тебя. Вот твоё, смотри. Вот, кстати, еще одна его песня. Первая, первая в топе у него там, в прослушивании. Как вы понимаете, это дом культуры в Балашихе. Вот, смотрим дальше. Это типа другая песня. Это не та, что было до этого. И не та, что Саботон. Всё, блядь, артистом стал, артистом. Настоящим рокером стал. Вот, кому это надо? Кто это слушает? Сейчас мы увидим. О, вот вам, пожалуйста, сидение. Это кинотеатр или дом культуры в Балашихе. Чем тебе это грозит? На краешке земли. Вот, вот. Вот с такими песнями, вот твое будущее. Какие-то концерты из 80-х, помню. Первые рок-группы, там, вот тоже они в таких домах. Другого уж не было места. Другого уж не было места. Другого в домах культуры выступали. Блядь. Вот серьезные люди сидят вон. Женщину в очках. Человек, он прислушивается в песни. Ну вот, пожалуйста, вот. Это вот будущее. Блядь. Странно звучит. Ну, музыка из 80-х. И как бы выглядит всё, как будто мы на концерт 80-х. Сейчас должны менты прийти, блядь, ворваться. Советские милиционеры ворвутся и прикроют вечеринку. Накроют рок-концерты. Если нам будут против... Ночи в тысячи вернут... Одинокий русский бог. Ну вот, молодым людям это надо, вот. Просто поколению. Нет, это, блядь, шаман. Шаманом надо тебе выступать. Поэтому, как шаман, я здесь сегодня впервые. Тур, вот, пожалуйста. Тур. Искра видная. ДК Октябрь. Подольск. Долгопрудный. ДК вперед. Вот, о чем я говорил. Ну, че? Олеж, в Питере, короче, если тебе надо, обращайся. Я тебе могу тур по метро сделать. По метро Санкт-Петербурга. Ну, на данный момент могу сделать метро Проспект Просвещения тебе. В Озерках на льду будешь выступать. Прямо, прямо в Озерках будешь играть. Поставим сцену там. С южной стороны в Купчино можешь сыграть. Я тебе могу говорить. Ну, с центром тяжело. С центром конкуренция большая. Ты сначала прояви себя нормально. Питер, ребят. На Дебенко. На Дебах можешь сыграть в торговый центр. Смотри, там у нас еще эти ходят какого-то. Десантура. Такие играют тоже там. Ну, они, блядь, они, сука, только свои песни играют. Да я шучу, ладно, оляешь. Че там, какие свои? Тоже вот эти солдатские песни играют. Бомжи одевают в военную форму. Там один чувак поет у нас тоже. Они, кстати, тоже туры делают по метро, блядь. Единственное, главное, чтобы ваши концерты не пересекались, так сказать. Конкуренция-то у нас у ГУГО в Питере. Ну, вон, Облинск, Дом ученых, Дома Дедова. Не, кстати, ты у нас в Пулково тоже можешь, наверное, сыграть. Электросталь, ДК, имени ЧКО. Пока в ДК хер его знает. Ну, вот у метро, да. Ну, из центра, че я тебе могу посоветовать? Могу договориться, наверное, на обводном канале можешь сыграть. Пока глубже в центр, сорян, там вообще не втиснутся, все даты расписаны там. Ну, нормально, если соберешь на просвете, будем дальше там. Или на Парнасе. Вот надо с Парнаса, пожалуй, начнем. Если соберешь, тогда уже будем разговаривать, да. Сольная карьера, она такая, творчество свое, трудно продвигать. Ребята по 10 лет играют. Вроде как ни один тапок не пострадал. Ну, нассали немножко тапок, да. Нассались сейчас вот на этом обзоре. Ну, а че делать? В этом и суть, так сказать, наших обзоров. Чтоб я так жил, как говорится. Но он оказался не просто орешек-то наш. Вот, он же и свое начал выпускать. Поэтому тут, ну, свое, не свое, это вы сами поняли, да. Это вопрос спорный. Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этом. Колокольчик там, чтоб не пропускать новые ролики. Подписочка, лайк, комментарий. Очень приятно. Также начал стримить. Обсуждаем насущные вопросы. Залетаем ко мне на стрим, ребят. Всем, всем рад. Всех благ, всех люблю, целую. Пока.